Средняя школа номер пять Поселок Айхал отметила свой юбилей Пятая ровесница поселка стала первым образовательным учреждением на Айхальской земле Торжественное открытие прошло более полувека назад Школу открыли 13 сентября 1961 года Потому что поселок в феврале открылся и детей полярников нужно было обучать Вначале открылась начальная школа И в этом же году она стала и восьмилетней То есть детей набралось столько, что создали именно восьмилетнюю школу И первоначально было всего 50 человек учеников в школе 9 человек педагогический состав Ближе к 80-м школа стала десятилеткой Здесь насчитывалось 1610 учеников и 115 учителей Встал вопрос о строительстве нового здания, которое бы вместило всех айхальских школьников И уже в 1985 году дети и учителя поселка получили в подарок новое современное здание В те годы здесь преподавались стандартные предметы Математика, русский, история, география, биология и другие Однако с ходом времени на смену некоторым дисциплинам пришли новые Единственное, что сейчас нет астрономии, которая была раньше в школах Но появился другой предмет, информатика Ее не было, этого предмета Но как бы главное отличие от того времени Естественно, издавали совсем по-другому экзамены выпускные ЕГЭ не было, естественно ЕГЭ ввели вот только лет, наверное, 7-8 назад Впрочем, школа известна не только уроками Здесь есть курсы, я с компьютером на ты, робототехника, лего для начальной школы факультатив по экономике и предпринимательству и другие У нас сейчас девиз лучшей школы лучших учеников И, соответственно, все мероприятия к этому и приорачиваются Каждый год у нас проводятся конференции школьные Потом идут они на районный уровень и на региональный И очень много побед у наших ребят есть История школы, достижения учителей и медалистов Тщательно сохраняются в виртуальном музее школы номер 5 Его создали 5 лет назад Совместными усилиями педагогов и учеников Любой желающий может проследить историю школы От первого выпуска до наших дней Материалы музея ежегодно обновляются К юбилею школы провели мероприятия, в которых приняло участие более 200 человек Ученики, учителя и выпускники школы По случаю значимой даты устроили ток-шоу, куда пригласили выпускников разных лет Некоторые из них стали руководителями различных предприятий Сегодня именно они – тот оплот и надежный тыл, который всегда окажет помощь в развитии родной школы Хочется отметить Дубну Андрея Юрьевича, который сегодня занимает пост начальника обогатительной фабрики номер 14 Чинилова Алексея Викторовича, который является начальником обогатительной фабрики номер 8 Постольский Василий Иванович, который является председателем правкома ГОКа И как раз таки это те люди, которые на сегодняшний день оказывают нам помощь в развитии школы Чтобы создать ее, сделать ее уютной, безусловно комфортной И никогда нам еще не отказывали Украсил юбилей большой голоконцерт Он прошел под девизом «С любовью о школе» Вам, как первому образовательному учреждению поселка, удалось очень высоко поднять вот эту образовательную планку Как выяснилось, и сохранить ее, и сохранять до сих пор Как выяснилось, что это достойный рубеж не только для Айхала, но и для школ района А мне кажется, даже для республики Безусловно, в этом заслуга вас, работающих сегодня в школе Тех, кто работал в предыдущие годы Я думаю, что сегодня школа 5 или школа 5 Это гордость Айхала, гордость ее жителей На подготовку к юбилею у организаторов и учеников потребовалось несколько недель Эта школа всегда отличалась своим душевным подходом к различным мероприятиям Тем более такая возможность 55-летия школы Три пятерки, пятая, 55 лет И сегодня встреча, это встреча поколений, младшего, учащихся сегодняшнего дня И тех людей, которые когда-то закончили школу Это всегда замечательно Все вновь в этот день окунулись в детство, вспомнили чудесные школьные годы И кроме этого в наш адрес поступило очень много телеграмм от бывших наших коллег От учителей, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе И замечательные видеоролики от выпускников 2013, 2014, 2016 годов Очень приятно тоже, что выпускники вспомнили и очень хорошие слова сказали в адрес школы И каждому действительно есть что вспомнить Выпускники прошлых лет увлеченно рассказывают старшеклассникам о своей школьной юности Ребят интересуют абсолютно все Начиная от любимых уроков и учителей И заканчивая тем, что давали на завтрак в школе в те времена Им интересно узнать, как проводили время и что думают о школе их предшественники Школа в первую очередь с чем учит? Учит думать Ну, мышление немножко во всех ситуациях жизни помогало Школа дала очень много в жизни То есть в первую очередь, наверное, дружбу, много коллег С которыми мы до сих пор продолжаем общаться С которыми мы поддерживаем друг друга до сих пор Ну и соответственно предметы и образование, конечно, базовое Которое позволило успешно закончить высшие учебные заведения И, соответственно, вернуться в родной поселок И успешно развиваться в рамках производства В рамках своего самосовершенствования и самопознания Впечатления очень позитивные Главное, что молодежь интересующая такая, энергичная Ну, добродушная, я бы сказал Значит, это радует, конечно, у нас хорошее будущее Значит, здесь все-таки хорошие учебные заведения Сильный такой потенциал и творческие, и знания Получают они, наверное, от высококлассных педагогов сегодня Наших в Айхале, вот в школе образовательный номер 5 в том числе Много дискуссий велось на тему современных школьников и педагогов Сегодня дети технически грамотны Моментально осваивают компьютеры, планшеты, мобильные устройства В связи с быстрым развитием учеников Учителям следует идти в ногу со временем И уметь находить с подопечными точки соприкосновения Я считаю, что каждый педагог, каждый учитель обязан найти общий язык С любыми учениками, с любыми выпускниками Как найти? Быть Стараться говорить на общем языке Стараться понимать их Доносить до учеников свою позицию И принимать позицию также ученика Я думаю, современных школьников нужно научить таким качеством, наверное, как доброте, уважению к другим людям Ну и, конечно же, каким-то знаниям, которые они действительно могут применить в нашей современной жизни Быть учителем – это призвание Не каждому дано найти подход к детям Всегда быть с ними добрыми, отзывчивыми Всегда принимать участие в их жизни И быть терпимым, любящим не только к своим, но и ко всем детям в целом Ветераны педагогического труда, посетившие торжественное мероприятие Для своих выпускников – учителя с большой буквы Рады, что на встречу пришел Сим Павел Анатольевич Это наш ветеран, учитель физики Его помнит не одно поколение Все-таки 40 лет отдан на пятой школе Это достаточно весомый вклад Также среди присутствующих была Цирюлик Людмила Всеволодовна Которая также начинала в числе первых учителей Как известно, время течет очень быстро И 11 школьных лет пролетают незаметно У каждого из покинувших школьные стены складывается своя Ни на что не похожая судьба Вспоминания о школе только позитивные В 86-м, когда мы туда переехали со старого здания Это был, по-моему, четвертый класс Еще по старому стилю, можно так его называть Когда еще учились 10 лет В классные руководители нам пришел Александр Алексеевич Косаткин Который потом стал директором школы Также тоже воспоминания только светлые Среди выпускников прошлых лет есть и те, кто остался верным школе И по окончании обучения вернулся в ставшие родными стены Но уже в качестве преподавателя Для учителя какое самое большое достижение? Это наши дети То, чему мы учились делать И что мы умеем хорошо делать Наши дети, наши достижения, наши медалисты Несмотря на то, что я учитель начальных классов Мы всегда очень горды Рекордами, результатами Наших деток Потом уже в 10-м, в 11-м классе Когда они заканчивают школу золотыми медалями И когда они становятся успешными в жизни Потому что мы их тоже, своих ребятишек, всех прослеживаем Это, наверное, самое главное достижение Желающие получить качественное образование И обеспечить себе успешную карьеру Смело поступают в престижные московские университеты Школа, можно сказать, это урок жизни Благодаря школе, наверное, сейчас я могу преодолеть Многие препятствия, многие проблемы Конечно, это большая заслуга учителей Которых я часто вспоминаю Мне понравилось, что я встретила своих учителей Своих друзей Поэтому всем хочется сказать большое спасибо И мне очень понравилось И очень рада, что мне удалось поприсутствовать сегодня здесь Среди выпускников наших лет есть и те Кто вдохновленный примером любимых учителей Выбрал для себя профессию педагога Я с детства мечтала стать учителем Мне всегда нравилось учить своих друзей Сестер, братьев На материке остается не каждый выпускник Кто-то возвращается обратно на север Чтобы честно трудиться на предприятиях Нашего сурового края Школа учит правильно извлекать знания Из того, что тебе предоставляет судьба Это для меня, я считаю, основным Что я получил участь в школе Что я пожелал бы выпускникам Наверное, найти себя Потому что самое главное Это определиться с профессией Определиться своей дальнейшей жизнью Потому что для многих является Несколько экзамен, несколько ЕГЭ Сдача А сколько потом найти свой жизненный путь То есть смотреть направление По которому я буду в дальнейшем развиваться И, соответственно, хорошо учиться Желаем побольше хороших оценок Успешно сдать ЕГЭ И все с самого лучшего За 55 лет уже не раз поменялся школьный коллектив Директор, завуч и учителя Однако школа и сегодня продолжает процветать Развиваться И каждый год все новые выпускники Радуют школу своими успехами Время течет Новые поколения сменяют предыдущие Однако школа, бережно хранящая память О каждом своем ученике Всегда будет рада видеть своих подопечных Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова